Криминальный мир. СВО Раф Рафаэль Багдасарян, вор в законе минус. Рафаэль Багдасарян, Рафик СВО. Вор в законе Рафик был одним из лидеров воровского мира России. 34 из 63-х прожитых им лет он провел за решеткой, что не помешало ему стать одним из самых могущественных криминальных боссов России. Он также был бандитским эквивалентом международного дипломата. Рафик выступал за экспансию воровского мира в сфере наркоторговли, операции с недвижимостью. Рафик был среди небольшой группы воров старого типа, которые поняли возможности, предоставляемые посткоммунистической экономикой иностранным преступным синдикатам, и он стал искусным и жестким переговорщиком. Он договаривался с иностранными партнерами о дележе новых рынков наркотиков и оружия в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Он был одним из спонсоров российско-итальянского кондоминиума, созданного за полгода до его смерти, и, по некоторым данным, даже заключил соглашение с колумбийцами. Он был убит в тюрьме в Москве, где оказался после ареста за незначительное вооруженное преступление. Убийца был якобы нанят теми, кто не простил Рафику нарушения воровских традиций. Вячеслав Иваньков, япончик, узнав о смерти Рафаэла Багдасарина, с горячью сказал, «Я потерял брата». Точно так же могли сказать и многие другие авторитеты преступного мира, которые знали Рафаэла Багдасарина и сами не раз укрывались в его тени. С 25 по 27 июня 1993 года в Ереване было круглосуточное электроснабжение. Это было невероятно по тем временам, потому что из-за экономических трудностей и блокады свет давали максимум по 2 часа в сутки. Организовать такую роскошь помогли друзья Рафаэла Багдасарина, в частности, азербайджанцы. Между воюющими странами не было никакой связи. Однако мир криминала не признает ни границ, ни национальностей. В случае необходимости все закрыто и границы для них открываются. На доставленном из Баку-Мазути, не знаем, насколько это правда, но поговаривают о целых трех составах с цистернами, и работала ереванская ТЭЦ. 2 июля 1993 года два чертирных самолета доставили в Ереван представителей преступного мира из Турции, США, Германии и Италии. Поводом для их прибытия в Ереван стали похороны Рафаэля Багдасарина, Рафаэль Багдасариан, более известного как Рафиксво, Рафичсво. Местные власти перекрыли движение по нескольким улицам и даже вымостили дорогу, которая вела к дому, где прошло детство покойного. Маис Карапетян Маис Кироваканский, вор в законе минус Маис Карапетян, Маис Кироваканский, уроженец Кировакана, в последнее время проживал в Москве. По некоторым данным вор в законе Маис специализировался на торговле наркотиками и даже контролировал поставку зелья из Южной Америки и Голландии. Кроме того, Карапетян крышевал столичный автобизнес. В июле 2001 год около полуночи Карапетян с охранником вышел из ресторана, расположенного на Большой Бронной улице в Москве, и подошел к своему автомобилю BMW. Неожиданно из темноты к нему подбежал молодой человек, который практически в упор открыл огонь из пистолета Тома. Смертельно раненый вор в законе рухнул на асфальт. Киллер склонился над ним, чтобы добить. В этот момент охранник Карапетяна бросился в машину за оружием. Но когда он вернулся, преступник успел добить жертву и скрылся. Маис Карапетян был человеком довольно известным как в российских, так и армянских криминальных кругах. Первый срок он получил за кражу еще в 15-летнем возрасте. Затем несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, к которым пристрастился после первой отсытки. Он был коронован по инициативе старых армянских воров, которые, уходя на покой, решили подготовить себе достойную замену. По отзывам людей, близко знавших погибшего, он строго соблюдал воровские законы, например, никогда не носил с собой оружие, не нарушал данного слова. В теневом бизнесе имел большое влияние, которое возрасталось каждым годом. Видимо, для кого-то он стал составлять серьезную конкуренцию, и с Карапетином решено было расправиться. За неделю до убийства Маис участвовал в сходке воров в законе в подмосковном Фрезине. Тогда под предлогом празднования дня рождения наследника одного из преступных лидеров в местном баре отдых собрались 30 авторитетов в возрасте от 25 до 60 лет. Сотрудники подмосковного Рубопа скрутили троих криминальных лидеров, у которых при себе оказались наркотики. Остальных, в числе которых был и Маис, отпустили на все четыре стороны, потому что формальных причин для задержания авторитетов не было. По некоторым данным, встревоженные провалом воры в законе провели своеобразное расследование, в поисках человека, который рассекретил место встречи. По одной из версий, подозрение пало на Карапетина, и коллеги жестоко расправились с ним за это. По другой, диаметрально противоположной, Маис убрали, потому что ему удалось самому вычислить Иуду. Не исключено также, что убийство авторитета, отголосок передело сфер влияния, который не удался криминальным лидерам на провалившейся сходке. Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Фейсбук для участия в дискуссии. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok